Что творится в этом мире? Чем преможится народ? Отсудить проблему шире? Собрался Визингамот. Программа мнений с участием лучших русскоязычных журналистов Израиля. Визингамот. Шалом, дорогие друзья, 11 часов 3 минуты, и мы начинаем нашу программу, программу Визингамот, и я напомню, что эту программу вы можете смотреть на видео, потому что она записывается в нашей видеостудии, и сегодня там в течение дня она, конечно же, появится на нашем канале в Ютубе и на нашей страничке в Фейсбуке. Вы сможете не только слушать, но и смотреть. И, конечно же, я начинаю наше заседание с представления участников. Сегодня в нашей студии Илана Михаэль, Давид Шехтер, Марк Горин, Алекс Ронкин и Леонид Луцкий. Господа, всем добрый день, всех приветствую и объявляю наше заседание открыто, микрофоны все включены. Первый вопрос, который я хочу задать, я хочу задать его Давиду Шехтеру, потому что я получил этот вопрос от нашей слушательницы во время обзора газет, во время программы «Авторское право», и я подумал, что вопрос на самом деле очень интересный, и у меня на этот вопрос ответа не было. Вот я хочу этот вопрос адресовать Давиду Шехтеру. У нас, судя по всему, премьер-министром будет человек в кипе, и премьер-министр не может не работать в субботу. Премьер-министр должен работать в 7.24, а как при этом он сможет соблюдать шаббат? Нет. Более того, я еще подумал, что ведь Нафтали Беннетт до этого был министром обороны. Министр обороны как бы тоже, наверное, не может в субботу отключаться от всего мирского, выключать телефон и быть, что называется, unavailable. Вот, Давид, что ты думаешь по этому поводу? Как возможно совмещать? Это первый раз у нас будет премьер-министр в кипе. Как это возможно совмещать? Нет абсолютно никаких вопросов, никаких проблем, потому что есть понятие пикуахнефиш, то есть опасность жизни. Если есть пикуахнефиш, то все отменяется, и человек имеет право нарушать субботу. Пост-премьер-министра и министр обороны, это без всякого сомнения решение, которое он принимает, они пикуахнефиш, они обеспечивают безопасность гражданам нашей страны. Поэтому, естественно, ему все это будет разрешено, более того, врачам в больнице, скажем, да, полность религиозных врачей, все они по субботам работают, тоже на этом же основании. В армии есть много религиозных солдат и офицеров, они тоже совершенно спокойно. Я когда был в армии, я тоже, значит, когда был в Милуиме, я тоже в субботу делал все, что было нужно. Другое дело, что ты не можешь делать все абсолютно, это тебе не дам карт-бланш. Вот то, что нужно для того, чтобы ты выполнил свои служебные обязанности, ты имеешь право делать. Поэтому никаких проблем с этим у Беннета не будет, более того, что сейчас выяснили некоторые журналисты, он и сейчас еще, не будучи ни премьером, ни министром обороны, он по субботам звонит. То есть, видимо, он считает, что формирование кориции это тоже пикуахнефиш. То есть это зависит от его собственной оценки той или иной ситуации. И Беннет, простите, всегда может позвонить своему раввину, и тот ему объявит четверг. Смотрите, на самом деле, в вопросах телегии все зависит от тебя, от человека, где он проводит эту черту. Вот он, скажем, ест только кошерное мясо или нет. Или он ест кошерное, там, какого-то экшера. Гладкошер, бодац. Это все зависит от тебя, поскольку глуха это не точка, это отрезок. Главное быть внутри, а отрезок, он довольно широкий. Да. Ну и, конечно же, давайте мы начнем нашу беседу сегодня с обсуждения нового правительства. Как вам новое правительство? Насколько оно жизнеспособно? И что вы думаете по поводу того, что, как говорят сегодня многие аналитики, это тоже правительство Бениамина Нетаньяу? С кого начнем? Илана, ladies first. Добрый день. Ну, я не думаю, что это правительство Бениамина Нетаньяу. Но оно сформировано было Бениамином Нетаньяу. То есть теми, кто против Бениамином Нетаньяу. Оно было сформировано благодаря тому, что большая часть, судя по всему, граждан этой страны не хочет Бениамина Нетаньяу в качестве главы правительства в дальнейшем. Ну, не большая часть, скажем так. Нет, большая. Вот я, кстати, хочу об этом что-то сказать. Вот посчитать, так получится больше. Представители Ликуда постоянно педалируют тему того, что как вы можете создавать вот это новое правительство, когда большая часть населения страны проголосовала, значит, за Бениамина Нетаньяу и Ликуд. Я хочу знать, кто разучился считать. Они сколько мандатов получили на последних выборах Ликуд? Кто мне расскажет? 30, что ли? 30? Сколько человек это? Секундочку. А все остальные... Секундочку. 30 и 100... Подожди, про спутники. Сейчас ты мне про белку и стрелку рассказываешь. Нет, я не про это. Сори. Сори. Давайте будем честными. Про Гагарина, про Гагарина. Честными. Я тоже умею апеллировать фактами, играть ими, знаешь, это вот в кубике. Нет, давайте честно. Предположим, что миллион граждан, миллион, проголосовали за Ликуд. В стране живут более 9 миллионов человек, окей? Предположим, что еще около миллиона, потому что у нас полтора миллиона верующих, так сказать, людей, религиозных, но не все они голосовали за, имели в виду Натаньяу в качестве главы правительства. Максимум половина. Да. Значит, еще кто? Я не поняла, кто еще? Еще кто? Арабские партии, может быть? Нет. Вот это все выдумка. Ликуд 30 мандатов. Ешатит 17, ШАС 9, Кахонь Лаван 8, Ямина 7, Авуда Исраэлит, это партия Авуда 7, Еврейство Торы 7, НДИ 7, ЦНУ Датит 6, Объединенный список 6. Стекла Хадаша 6, Мэрит 6 и РАМ 4. Вот распределение мандатов. Чудненько, да. Ну, это только подтверждает все то, что я сказала. Нету здесь большинства для премьер-министра Бениамина Натаньяу. И пусть нам не рассказывают эти сказки. Уже нету сил эту ложь выслушивать. Потому что, окей, конечно, мы наивные люди, мы, так сказать, уважаем чужое мнение, но лапшу на уши ежедневно это уже становится чересчур. Поэтому тут, пожалуйста, я не согласна. Никакое это не правительство. То есть это, да, правительство вследствие ошибок Натаньяу. Окей? Будет ли оно жизнеспособным? Это абсолютно другой вопрос. Потому что, конечно, там соединили в каком-то смысле несоединяемое. Но все говорят о том, что дружба или сотрудничество между Лапидом и Беннетом, оно не со вчерашнего дня. Первый раз они заключили некий такой претендный союз в 2013 году. И были оба готовы сотрудничать, несмотря на то, что тогда Беннет был гораздо правее, а Лапид был тоже в какой-то совершенно другой стороне политически от Беннета. То есть, может быть, он даже был левее. И где-то они еще, чем сегодня, хотя назвать другой стороны Лапиды левой партии тоже, что называется, рука не поднимается. Потому что это не есть левая партия. Ну, там еще и леветь был, и они держали Беннета против Биби. Светское правительство. Прекрасно. Окей, но опыт какого-то, какого-то уже общения позитивного у них был. И поэтому сегодня они вернулись к этому общению, кстати, и к надежде, скажем, создать новое правительство, уже более опытными, более умудренными. Они не торопятся с заявлениями, как тогда, когда они заявили, вот нам удалось, и потом выяснилось, что ничего не удалось. Они сейчас более осторожные, они более умудренные жизнью и опытом. И поэтому есть шанс, что при поддержке еще не менее опытного политика Любермана они смогут все же вот этот корабль повезти по какому-то курсу. Я только хочу добавить от себя лично, что хотя человек уже почти не... Да-да-да, да. И тем не менее. Задумались играть квартет. Вот слово квартет, оно любопытно. Испоглазы вот взялись. Но я вам хочу сказать, что хоть я уже стала человеком циничным в политическом отношении после всех лет прожитых тут, но я не позволяю себе излишнего оптимизма, упаси Господь, чтобы потом не разочаровываться в сотый раз, но где-то вот у меня вот забрежала какая-то слабенькая надежда. А вдруг у них получится, а вдруг у нас наступят все же какие-то благие перемены. Но она вот такая слабенькая пока. Я ее так держу в уголочке, она у меня сидит. Я иногда даю ей, бросаю кусочек сухого хлебушка, чтобы она не померла с голоду. Но не балую ее, чтобы она не разрослась, а потом бумсы, ничего не выйдет. У меня другое было сравнение, что восемь кошек победили большого старого тигра. По-моему, это речь идет о Гулливере и Лилипутах скорее, если усамывать. Ой, ой, ой. Алекс Ронкин, следующий. Гулливер-то гневой оказался. Гулливер. Нет, смотрите, у меня достаточно серьезное отношение к Бенемину Натаниэгу. Он политик невероятно опытный, он великолепный игрок, мастер разведок. Извини, я согласен, согласен, прошу прощения. Если его сравнить с каким-то хоккеистом, да, он как у Лем Грецка на площадке, который там гениально разводящий, распасовывающий и умеющий как бы в безнадежном положении вытащить любой матч. Но вот команда у него, не знаю, зависело ли это от него или нет, думаю, что да. Но вокруг него сформировались самые, вот с моей точки зрения, это только мое мнение. Оценочное. Самое оценочное. Самые ужасные силы, которые только есть в стране. Он каким-то образом создал себе такого избирателя, в котором воплотились все самые отвратительные для меня и гадкие черты народа быдла. Это мое оценочное мнение, повторяю. Самый такой низкий класс, амха, как говорят, вот эта вот толпа, которая радостно кричит себя в грудь, там, бьет, рвет рубахи на груди и кричат «Биби, Мелех и Сраэль». Сам этот клич, он ужасный, он и выдает как бы плебс, да. Вот в свое время вот тот же страшный парадокс произошел и с Трампом, которого я уважал как политика и ценил все, что-то он сделал, но то, что он создал вокруг себя вот этот вот отвратительный клаку, я не путаюсь со словом клакой. Клаку. Клаку, да. Клаку, клаку. Это было ужасно. И вот у Биби так получилось. Я не знаю, благодаря ему, или хотел он этого, или нет, но так сложилось. Думаю, что он виноват в этом определенном смысле, потому что он их поощрял. Мне надоело это, вот хуже горького детки. Я ехал в страну, пардоньте, интеллигентных людей, и мне эта страна виделась как страна интеллигентных людей. Я привык хорошо думать о своем... Это были твои представления. Я привык хорошо думать о своем, о своем, о своем народе. А у нас народ разный. Он разный. Он бывает и такой, бывает и такой. Не все закончили Баумовское училище. Знаешь ли, дорогой Давид, если это часть нашего народа, то я хочу быть на другой стороне. Это твоё право. Но ты не можешь отрицать, что это часть нашего народа. Это часть нашего народа, да, к сожалению. Но я хочу, чтобы... Помните, был самый хороший фильм? Если злые люди на Земле объединяются, почему же хорошим людям не объединяются? Это Лев Толстой. Ты начинаешь быть похожим на этого выжившего из ума журналиста, который сказал, что когда кто-то там умер, он сказал, что это не мой народ. То же самое. Понимаешь, не твой народ. Твой народ. У нас много таких было. У нас был поэт Натан Зах, который полностью... Во-первых, я не считаю, что он выжил из ума. Выжил. Выжил. То, что он несёт? Был в роду топаз тоже покойный. Его всё просто это жутко достало. В нашей стране, где книга, образование, знания у нашего народа всегда были на первом месте, мы вдруг стали превращаться в нацию уличных торгашей. Ты путаешь страну с народом. В стране есть разные народы. Спасибо, мой дорогой. А страна это не есть народ? Спасибо, мой любимый и уважаемый учитель. Ты мне открыл глаза сейчас. Я просто без тебя этого не знал. То есть я и для суждений. Я просто без тебя... Саша Ромкина. За что я люблю Ромкина? Это за откровенное предприятие. Я тебя успокою. Я тебя успокою, дорогой. Я надеюсь, я надеюсь, что вот эти два достаточно высокоинтеллигентных человека. Кого ты имеешь в виду? Уточни, пожалуйста. Я имею в виду Лапидо и Беннета. Я думал Марик Харшев. Я тоже думала Марик Харшев. Просто обидно про... Просто обидно. О них я так хорошо не думаю. Саша, эти два... Как бы вернуть нашей стране движение в ту сторону, в которую я хочу идти. И хочу, чтобы туда шла наша страна. Саша, очень хорошо, что ты это говоришь по-русски, и это не переводят на еврит. Тебе не грозит всеобщая бойкот, как было с Дуду Топазом, и ты от нас не уедешь. И с Натаном Захом. Друзья, прежде чем... Я хочу... Прежде чем мы уйдем на рекламу, у нас сейчас просто реклама, я хочу вам сделать музыкальный подарок. Вот, сейчас, одну секунду. Я его подготовлю и запущу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С 2016 года. Она последний раз прозвучала в программе «Журналистский парламент» в 2016 году перед закрытием Рашюта Шедур, гостелерадио. И это было в программе «Журналистский парламент», участниками которой были все ныне здесь присутствующие. Ведущим этой программы был ваш покорный слуга, да. И в нее также входили те, кто входит в программу «Визангамот» в следующий состав, который здесь будет через неделю. Да, и мы... Знаете, что мы сделали на этой неделе? Мы дали нашим слушателям загадку. Мы поставили эту мелодию, сказали, угадайте, у нас были призы даже, угадайте, что это за музыка. Не угадали. Не угадали? Забыли, забыли, забыли. Прошло пять лет. Всегда взаглорием. Коротка, коротка память. Ну, видимо, музыка шла. Потому что программу «Журналистский парламент», конечно же, много. Электротовары. Были электротовары, всякие там миксеры. И сравнивали. Да, но я хочу сказать, что у этой музыки была своя история. Кто ее написал, не осталось такой информации, никто не помнит. Но это выглядело так. В 90-е годы, точно тоже никто не помнит, в каком году, на проходную гостелерадио пришел пожилой человек, который попросил кого-то на русском языке, попросил кого-то с радио «Рэка». К нему вышел Миша Гильбоа, и он сказал, я поклонник программы «Журналистский парламент», я композитор, и я написал для вашей программы музыку. И он принес ее на кассете, записанную на кассете. И она так понравилась всем, что из нее сделали вот этот вот потех. И с ним не установили связь, не спросили. Нет, не сохранилось даже кто композитор. И он не вернулся после этого, не сказал, что музыка... Нет, 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 он больше никак не проявлялся. Видимо, умер, видимо, умер, и это все ушло. Да, уже прошло 25 лет с этого момента, да. Но вот такая замечательная история этой музыки. Я думал, что взяли где-то в каких-то архивах, что такое. Нет, 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 ни в каких архивах. Это оригинальная музыка. Это не оригинальная музыка. Нет, то, что вы сейчас... К Моцарду пришел черный человек и напел реквием. А это пришел светлый человек Миша Гильбоа. И оставил нам эту музыку. Эту музыку, которую вы сейчас слушали, это реконструкция, которую сделал наш музыкальный, наш звукорежиссер Михаил Лидес. Вот по действительно старой записи мы нашли старую запись журналистского парламента в Ютубе за 2001-2002 год. Уважаемый господин Ронкин, я не могу удержаться. Буквально два слова. Когда много-много лет назад я делал Батьямскую газету, мне позвонил один человек и сказал. Уважаемый господин Ронкин, я написал гимн Батьяма. Я сказал, ну так принесите мне его сюда. Он мне ответил, нет, я вам сейчас спою. Как же, как же. Ну, если мы каждый из нас начнем вспоминать подобные обращения, а ко мне человек с летательным аппаратом, который должен был влетать на 12-й этаж мэрии, мыть там пол, брать воду из фонтана, который внизу и вылетает назад. Как же, у нас скукастывает. Друзья, я не могу себя отказать в удовольствии еще раз послушать эту мелодию, потом реклама, и мы сразу продолжим. Ну вот мы и вернулись в нашу видеостудию, и мы продолжаем программу Визангамот, которую вы можете не только слушать, но и смотреть. Впрочем, видеоряд появится гораздо позже сегодня на нашем канале в Ютубе. Меня зовут Свизильбер, и со мной сегодня в студии Илана Михаэля, Давид Шехтер, Марк Горин, Алекс Ронкин, Леонид Луцкий. Друзья, я опять открываю все микрофоны, и дальше я хотел бы обсудить, какие задачи стоят перед новым правительством, и справится ли оно с ними, потому что на самом деле у нас еще корона не закончилась, на самом деле у нас экономический кризис, теперь придется выплачивать все долги по короне, у нас не решены вопросы с Хамасом, у нас не решены вопросы с иранской ядерной угрозой, способно ли нынешнее правительство решать эти вопросы, ну хотя бы с той эффективностью, с которой они решались, но об этом тоже можно спорить, правительством во главе с Бениамином Нитаниалом. Давид Шехтер. Я думаю, что твой вопрос преждевременный. Нынешнего правительства еще нет. Оно еще не только не приведено к присяге, там еще всякие разные проблемы, и не факт, что его приведут к присяге. А даже если его и приведут к присяге, там такой бардак внутри, и мы это уже видим, что я даю ему время существования от четверти часа до четверти года. То есть все вот эти вот вопросы, которые ты сейчас ставишь, они просто, по-моему, не релевантны. Широкий жест тут. Широкий жест. Да, широкий жест, да. Поэтому я не хочу о них говорить, мне это просто неинтересно, я хочу говорить о нечто не более важном, но не менее интересном на этой неделе. была другая предвыборная кампания, были другие выборы. Президента. Президента. Выборы достойные, достойных людей, они велись в очень достойной атмосфере, и мы это видели, когда в день выборов, перед началом голосования, оба президента обняли друг друга, пожелали друг другу удачу. Это далеко не... Можно было сделать по ротации. Далеко не всегда. Три с половиной года он, три с половиной года он. Я хочу напомнить, что предыдущую кампанию президентскую, там были просто море грязи, фоады, и как его это, шетрит, и беревлен, там было чуть-чуть... Очень было все неприятно, в этот раз все было. А уж предпредыдущая. Да, уж... Нет, кстати, предпредыдущая была... А тут был тихий. Шиван Перес? Нет. Так что... Конца была. Я хочу поговорить, хочу поговорить об этом, потому что, в общем-то, президентский пост, он всегда был таким, с большим вопросом. Поскольку создал-то его... Он был гражден в грехе, скажем так, в первородном грехе. Поскольку его придумал... То есть, извини, Адам, Ева, а потом президентский пост? Примерно так, да. Да, да, да. А поскольку его придумал Давид Бен-Гурион, который был вынужден какую-то кость кинуть Хайму Вейцману, которому десятилетиями возглавлялось и низкое движение, и, ну, не могли его не уважить после создания государства, вместе с тем Бен-Гурион, как истый большевик, не хотел и грамма власти отдать. Поэтому он создал вот такой вот пост, который, вроде бы, он почетный, он важный, в нем нет никакой власти. Там две функции всего лишь там помилование и включение мандата на оформление правительства. И больше ничего. Извини, извини, Дуду, ради бога, есть еще третья функция. Президент принимает верительные грамоты. Да, ну, понятно, понятно. Это важная функция. Значит, и Хайм Вейцман не успел ничего с этим сделать, он быстро умер. А вот тот-то заменил его на этом посту, Ицхак Бен-Свив, вот он, собственно, и создал институт президентства. Он вложил в него некий такой смысл и сделал таким отцом нации общей тулеткой для плаща. Он, как бы, объединяет всех. Такие с тех пор президенты, которые удачливые, они идут по этому пути. Вопрос о том, нужен ли нам институт президентства, возникает вот сейчас, скажем так, когда 7 лет абсолютно серого, неинтересного человека, который нам запомнится как авторы бессмертной речи, дорогие ветеринары. Больше никак его вспомнить не могу. Когда он попросился к ветеранам, кто не помнит. Поэтому начинает говорить... Да, это было смело выступление перед украинским парламентом. Ну, окей. Это было довольно, как бы, сильно и мужественно. Когда ушел с этого поста Шимона Перес, ни у кого не возникли вопросы, а нужен ли нам президент. Я был против идеи Шимона Переса, но это была блестящая личность. И на этом поста он принес очень много почета для государства. Почему ты был против Шимона Переса? Взглядами не против. Взглядами я... Но президент же не занимается политикой. Он вмешивался. Он занимался. Он вмешивался, причем очень активно. Очень активно, да. Но, в общем, это был большой человек. И его вмешательство было большого человека. Это можно было не любить, но нельзя было не уважать. Государственный деятель. Да, Государственный деятель без всякого. Отец-основатель. Вот он категория отцов-основателей. Теперь, что дошло бы сейчас? На мой взгляд, у Бужи Переса, я говорю об этом спокойно, поскольку он уже не мой начальник. Он как бы де-юре еще, да, но де-факто он уже там, уже в президентском дворце. А воля к тебе он еще носит? Нет. Поэтому я могу спокойно, спокойно говорить о нем, то, что я думаю, и меня заподозрить в подхалимстве невозможно, поскольку мне с этого, как бы, ну, пользы никакого уже нет. Так вот, он, на мой взгляд, будет отличным, прекрасным президентом, поскольку он объединяет в себе очень многие вещи. Во-первых, он сам по себе человек светский. Но с очень большим пиететом к иудаизму, память о дедушке над ним витает. У него был дедушка абсолютный, гениальный, гениальный человек. Во-первых, он был главный жертвен Ирландии, первый главный ашкенадский раввин Израиля. Он был меньше, он после Второй мировой войны мотался под Европой и вытаскивал из монастырей католических детей еврейских. Спас тысячи детей, привез их в Израиль. Второе, он был доктор наук. И свою додорскую диссертацию он написал на 13 языках, включая китайский. Китайский. То есть он был человек очень большого ума. И Бужа его очень уважает, очень любит. У него цаид всегда вспоминает. Поэтому он не случайно, перед тем, как были выборы, он за день до этого поехал к Сене Плачино, надел черную кипу, он написал записку. То есть он и светский, он как бы и большое повышение к Телегии Второе. Он сын главного ашкенадского внука, главного башкенадского раввина. Но у него мама, она очень из такой, аристократической сефарской семьи из Египта. И здесь он объединяет. Она не из сефарской семьи, она Аполлония. Просто их выслали в Египет, из Палестины. Ее папа участвовал в строительстве Суэцкого канала, но они из семьи польских евреев. Я знаю, что его родственники Коэн... А меня не оставляет ощущение, что Дуду нам рисуют лик святого. Я повторяю, мне с этого ничего нет. Я не его подчиненный. Я говорю, то, что я о нем думаю. Второе. И еще одно. У него очень большие сантименты к русской аллее, к всем аллее. А к ветеранам, не к ветеринарам, к ветеранам русским особенно, он всегда, когда с ним чуть-чуть, я сам видел, он вспоминает, как его отец ему рассказывал. Его отец Хайм Керцог был офицером английской армии, воевал во Второй мировой войне, освобождал несколько владельцев, Берген Бельсен. И он ему рассказывал, что у него самым сильным впечатлением Второй мировой войны были встречи с советскими солдатами, евреями, с которыми он говорил на идыше. И поэтому для Божия тоже очень важны такие встречи. То есть, со многих сторон, он человек, который объединяет, объединяет себе разные качества, а это то, что нужно для... Скажи, в иудейской традиции канонизация существует? Да. Это не... Господа, а почему в иудейской традиции нету большого уважения к цинизму, к сарказму? Ну, мы любим людей в иудеизме, мы любим всех людей. А почему он назвал Шеликимович собакой? А не собакой, сукой. Боже, это ты сказал, какой кошелек. На ужас. Это он сказал. Я таких слов не выкинешь. Слушайте, я хочу... Никакой канонизации нет. Но он действительно из тех, кто претендовал на этот пост, он самый лучший. У меня нет сомнения, что он будет прекрасным президентом. А нам сейчас в нашей ситуации раздроя и развалов в стране, нужна какая-то некая личность, которая объединяет все разные вещи. Но ты тогда бы сказал, что он ничего не решает и не играет никакой роли. Нет, объединяющий фактор. Объединяющий фактор. Это очень важный моральный фактор. Очень важно. Он может таким... Если позволите, я добавлю еще один штрих. Много-много лет назад, когда Бужи Герцог был министром соцобеспечения, он приезжал ко мне на интервью. Я тогда работал на радио РЭКа. Гостелерадио. Он приезжал ко мне на интервью. И у меня такое было к нему предубеждение, что такой мальчик из элит, который родился с золотой ложечкой во рту и которому все двери были открыты, из партии ОВОДА, что он может знать о русскоязычных, о проблемах пожилых репатриантов. Министр соцобеспечения. И очень быстро он меня просто поразил своими глубокими познаниями. Он действительно мне просто четко разложил по полочкам, какие проблемы, чего добиваются там активисты, скажем, русскоязычные, и как эти проблемы можно решать. Я просто был вот приятно удивлен, да? Потому что я могу сказать, например, тот же Биби Нетаньяу об этом понятия не имеет. Ну, когда я начал ему задавать вопросы про проблемы с пенсионерами русскоязычными, он вообще подумал, что я говорю про пенсии из России, да? И он сказал, что вот я добился пенсии из России, я говорю, замечательно, но это 100 долларов, 150 долларов, да? А вот что? И он даже не понял, о чем я говорю. Да? А вот Бужи Герцог, в отличие от Биби, и многих-многих других, он в теме, он был в теме. На самом деле, я просто хочу немного возгладить свои впечатления у Давида. На самом деле, важность поста президента в Израиле, это то, что мы должны этим человеком гордиться и не стесняться за него. Вот когда был Шимон Перес, мы с восторгом и глубоким уважением смотрели, как к нему относятся лидеры мирового сообщества, как они к нему уважительно относятся и высоко его ценят. Ну и, естественно, испытывали жуткое чувство стыда, когда был этот, Мацав Каше. Не трогай Шурина. Шурина не трогай. Мацав Каше. Такое дело, я уже еще тогда-то полминуты, Мацав Кацев, я очень хорошо помню день этих выборов, когда человек очень правый, даже правый религиозных взглядов, узнав, что Кацев выиграл у Переса, сказал, кажется, я тоже стану левым после такого голосования. Но дело даже не в этом. Это был человек, пришедший сведом, а насколько я помню, нынешнего премьер-министра, и к стыду своему должен сказать, что при поддержке партии Исраэль Балия, к стыду, увы. А потом... Собственно, Исраэль Балия и решила голосование. Марина Салоткина, когда перешла тогда на сторону Переса, вот ее голос все перевесил. Марина Салоткина потом каялась в эфире. И хватило мужества. А что сказали секретарши Кацева на это? За то, что она это сделала. Вот такая вот стыда. Мы с ним еще не оформляем. А потом... Действительно как? Потом, значит, ну, Шимон Перес уже все сказали, это действительно выдающий человек. Слава Богу, что мы успели при нем побыть гражданами и странами в его время. Руби Ривлин, пришедший вопреки мнению еще премьер-министра, оказался очень достойным человеком. Я никогда не голосовал за Лейкут, но у меня всегда вызывало уважение это фигура на всем протяжении. Я видел на концерте детей, куда он пришел просто как обычный рядовой служащик. Это твое выступление или реплика? Реплика. Все, да. И сегодня пришел достойный человек, живой, достойный человек. И слава Богу, это в общем то, Хорошо, что подчеркнул живой. Да. Леонид Волгаринский, Реальный живой человек, который может по-разному Живой, горячий. Простите меня. Он как кандидатура его Биби готовил под себя в качестве президента. Не надо отрицать. И в качестве лидера воды он был чрезвычайно некомпромиссный, тихий, интеллигентный, воспитанный, шикарной памятью. Будет работать неконфликтный. Неконфликтный. Взял хорошую справку для подчиненных, для беседы с Ликой. Он, понимаете, он из той породы людей, которые никогда борозды не испортят. Это на этом посту много. Ну и глубоко не вспашет. И не надо. Значит, что... Я хочу сделать маленькую зебельку. Я с ним работал плотно три года. Это еще работает как машина с 8 часов утра в 8 часов вечера без остальных. Там вся его команда выводит белугой. Я же не говорю, что без белья. Он работник, работник. Он талантливый. А еще он хороший работник, как берегись автомобиля. Вот я тебя спрошу. А вы не знаете? Вы не знаете? Такие молчатки. Вы молчите. А вот я тебе скажу, сколько денег он твоему Сахноту принял по сравнению с Щеранским, которому давали под имя. Вот. Будет неконфликтный, будет интеллигентный, не будет такой, как Эзер Вейтсман скандалил вечно, не будет такой, как Руби Ривнин скандалил с... скандалил тоже с Натани Ягу. Да мало ли было строптивых президентов. Пусть будет. Ради Бога. Теперь я возвращаюсь к этой теме по поводу правительства. Я столько сейчас читаю грязи и крайне правой, и истеричной, и Беннет предатель, и Шакет предатель, и уже им дали личную охрану, и тех повесить. Господа, а что мы имеем? Если нет возможности поменять в определенном заведении девочек, то, увы и ах, меняют кровати. Но этих же девочек, этих же девочек очень старательно приглашал на все ротации незабвенный Бедимин Натани Ягу. и предлагал тому же Беннету, вот, и тому же Сару, и одну, и ротацию, и две ротации, он третий. Все же из того же слепило, и из того же было. Что было? Что касается от этого правительства, я жду от него только одного, и уверен, что все мои радиослушатели, большинство людей нашего возраста меня поддержат. И я жду тоже. Да, я жду действительно пенсии, пособия по старости, плюс социальная надбавка, так, пенсия заработает, неважно, ну, хотя бы 70 процентов, 70 процентов от минимума. Так жить нельзя, как живет огромное количество народу. Ну, нельзя так жить, и дорогая незабвенная Талия Плоскова, которая доказывала всем, что предложение НДИ, я не тяну мазу за НДИ, это популизм, пусть посчитает, сколько размазали бабок религиозному лагерю, сколько за это передали. Она говорила, это популизм, это невозможно, у нас обрушится экономика. И тут же хочу добавить по поводу партии РАМ. тоже вот та же зеркальная ситуация. Ну, в конце концов, значит, и я очень хотел, Матани Ягу, вел с ними, с Мансором Аббасом переговоры, тщательно, детально, а тот прикидывал. В конце концов, если вы строите государство Галахи, то пусть там будет еще и шариатский клав. Логика примерно она такая. Но, но, простите меня, чем они отличаются? Они хотят на место и идут от РАИ и ШАСа в плане распределения бюджета. Ничего подобного. Арабское музее. Хотят 53 миллиарда, Харидим это и не снилось? Послушай, да ладно, это на 5 лет. Это на 5 лет, а посчитай, сколько получают Харидим. Они не получают 10 миллиардов в год, ребята. Посчитай. Намного меньше. 9 миллиардов 900 миллионов. На 3 года, конечно. Ну, там разница в 3 миллиарда, понимаешь? И все равно не даст, потому что это правительство не дотянет до такого срока. Понимаешь? Они хотят звучать в своем арабском секторе, а я помню, как Рав Каневский, когда Рам должен был войти в правительство Абиби, говорил, нам мусульма, верующие мусульмане намного ближе, чем вот эти левые безбожники. Поэтому по поводу заведения, вот я вам проходит. Я такого не помню, извини. Рава Каневского погугли, погугли, все помнят. Но это говорил, кстати, не только Рав Каневский. Ну, я хотел ему, я хотел Шехтеру авторитета. Его партия, по поводу партии Рам. Теперь, господа, как же мы дошли до такой ручки, что до таких мышей доизбирались? Когда у нас Беннет, шести, семимандатный, уже не понимаешь, как его считать. Семьи. Семьи. Ну, пусть будет, неважно. Становится премьером. Вы понимаете, что это надо ломать, всю эту Бенгуреновскую вот, голубятню. И в стране должно быть президентское правление. Президентское правление независимое от вот этих малых шантажистов из малых партий. Когда никто не знает, кем, кто будет, каким министром. Когда в Америке идет избирательная программа, они знают, сколько будет стоить баллон бензина, какая будет страховка, а не только там по поводу, значит, своей стены с Мексикой. Понимаете, мы все равно к этому придем. Нельзя одной рукой голосовать за закон, а другой рукой его лоббировать. И быть... Это бред. Спасибо. У нас остается семь минут. Марк Горин пять минут у тебя есть. Спасибо. Сперва очень коротко по поводу того, что сказал предыдущий оратор. По поводу, в общем, почти во всем согласен. Насчет 70% вот дохода для тех, кто закончил трудовую биографию, Либерман обещал открытым текст, не боялся пообещать, посмотрим, как он это обещает. Надеюсь. У него такой пост, что ему как бы не за кого будет прятаться, плюс финансовая комиссия в той же партии, так что... Это ответственность. Это ответственность. Поэтому идем в итоге, увидим. Это то, что касается конкретнее. Теперь, что касается вообще, у меня сложилось впечатление, что то правительство, которое я очень надеюсь, правительство перемен, будет создано, у меня такое впечатление, что оно отражает народ Израиля. Не еврейский народ, а народ Израиля. Да, вот такой он разный, светский, религиозный, правый и левый, еврейский, арабский. Это народ Израиля. То, что пришел арабский сегмент в коалицию, на мой взгляд, это положительное явление. Исламистки, в конце концов, это для их внутреннего мира. Посмотрим, как они, что они будут говорить и как. Но особо еврейское общение, я надеюсь, он мешать, жить не будет и не будет от нас требовать там запретить. Вон в Тель-Авиве уже автобусы по субботам появились, и слава Богу, это уже признак того, что мы возвращаемся к цивилизованной жизни, и нам в этом не будут мешать. Радужные флаги уже было заявление, им уже не понравились. Радужные флаги это по вашей части. Ему уже не понравились. Ну, мне тоже нет. Раму, раму, да. Ну, я тоже не хочу подарить тебе флаги. Да не ходи, вывесили у нас. Ну, вывесили, вывесили. Вывесили на Кацанель, он тут же сделал заявление. Ну, Хартера. Ну, сделал заявление для своего службы. Не-не, и потребовал, чтобы в коллекционных соглашениях этого не было. Потребовало. Оставьте. Флаги. Это еще... Не-не, и флаги, чтобы всю помощь ЛГБТ в разуме сложения не было. Он хочет сказать, своему избирательному дай ему Бог здоровья. Нет проблем. Мне это не мешает. Он же не запретить, требует. Он требует... Он хочет сказать своим, что это неправильно. Это их дело внутреннее. Я буду говорить. Это вопрос народа. И народ сказал свое слово против, на мой взгляд, будем надеяться, что оно сохранится, чудовищной системой, в которой мы жили в последнее время. То есть, Биби, нет, и Ньягу, нынешний, действительно, выдающийся талант, человек, политического таланта. Но этот талант, вот как Саша привел, этот грецкий, это были шайбы ворота общества, которые он забивал. И много забил, к сожалению. Значит, этот талант был обращен на его личные интересы, интересы его семьи. И, может быть, за счет, кроме внешней политики, потому что эта тема не волновала Харидим. Они ему давали играться так, как он хотел, и там его талант проявлялся действительно на пользу, потому что это не мешало именно ультрарелигиозных, я не говорю о религиозных людях, это дело как-то. Короче говоря, мы получили правительство. Я надеюсь, что ему хватит у моей воли, вот вопреки тому, что сказал Давид, насчет четверти года, четверти часа, сохранится настолько, и, может быть, меня услышат, и они задумаются о необходимости создания Конституционной комиссии. То есть, было видно по происходящему последние три года, что мы уперлись, возможно ли он прав насчет президентской правления, президентской республики. Возможно. Может быть, мы к этому придем. То есть, чтобы они выработали тот документ, который они тогда, когда они уже вынуждены, будут распаться, на следующих выборах, вместе с выборами положили народу, на референдум народа. И народ опять проголосует за Таньян уже в рамках президента. Нет, народ проголосует за документ, наконец, а не за личность. Мы доживем в своем цивилизованном мышлении того, что мы за документ проголосуем, за основной закон. Или не проголосуем? Спасибо. Давайте на этой ноте закончим. И, Давид Шехтер, пожалуйста, комментарий к недельной главе Торы по традиции, старой. Вот, первая смена пришла послушать. У нас в этой недельной главе очень, очень интересный момент. Маше посылает разведчиков выведать землю Израиля. Разведчики возвращаются, говорят, да, земля прекрасна, там живут большие народы, большие крепости, мы ее захватить не сумеем. Народ начинает плакать, плачет всю ночь, и Всевышний говорит, у вас не было повода плакать в этой ночь, теперь у вас будет повод на все времена, это 9-я Абба, все поколение мужчин, выросшие из Египта, поэтому не входит вырыться в Исраиль. И пишет комментатор Клеякар, что Маше совершил две ошибки. Первая ошибка была то, что он послал разведчиков, не надо было, поскольку эта земля обетованная, то есть обещанная. Второе, он должен послать не мужчин, а женщин. Почему женщин? Потому что у женщин, у женщин, любовь к Эрес и Саиле была намного больше, второе, это недоградно описывается, и они бы уж точно поглядели бы лучше, и приняли бы более верное решение, но не только это. Чего учит, что если хочешь чего-то добиться, обращайся к женщине, обращайся к жене, поскольку у нас говорят, что этим миром правят сильные мужчины, да, верно, но этими сильными мужчинами правят женщины, и тот они понимают, как установят мир, тот ничего не понимает, а в Торе это записано, вот так. Ну вот мы закончили на такой ноте, феминизм, конституция, президентская республика, вот закончили, посоветуйте с Иланой, посоветуйте с Иланой, дорогие друзья, на этом все, Илана Михаэля, Давид Шехтер, Марк Горин, Алекс Ронкин, Леонид Луцкий, меня зовут Свизильбер, это была программа Визан Гамот, на этом на сегодня все, мы с вами прощаемся, до новых встреч ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова